Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну что, я хочу сказать, долго я не занимался никакой писательской деятельностью особо, и вот почувствовал новый творческий импульс, он всегда возникает, потому что накапливается какой-то опыт, накапливаются какие-то изменения в жизни, которые хотелось бы запечатлеть, осмыслить, обработать и выдать. И в конце концов, и материальное состояние мое такое сейчас, что вроде бы достиг какой-то вершины в уровне жизни. Обстоятельства изменились, я уже не работаю, и потихонечку, знаете, надо либо работать, либо понижаться в своем жизненном уровне. Ну, я вот выбираю, так сказать, следующее творческое-творческое начало. Так, что тут я хочу сделать? Сканер, сканер запущен. Сканер запущен. Надо будет немножечко поменять. Так, где я тут остановился? Где я тут остановился? Это что у нас? Ага, оглавление и так далее. На чем я остановился? На чем остановился? На чем остановился? Остановился я на 450-й странице. Да, вот она же все остановилась. Ну что? Ну что, остается, так сказать, продолжать. То есть, я беру за основу, ничего даже не скрываю от вас, вот такую вот книжку. Болезни традиционные и нетрадиционное лечение, медицинский исправочник. То есть, это как будет для меня основа. Но мысль-то хорошая. Традиционное и нетрадиционное лечение. И обработав, постараясь обработать огромное количество разного материала, Я создам наподобие этого свою собственную книжку, которая будет примерно называться, так рабочее название, Натуропатическое лечение. С примерами, с народной медициной, с традиционной медициной, нетрадиционной медициной. Чтоб все это было. Итак, вот у нас неврит. Неврит и все. Ну, начнем. Пробное сканирование у нас. Далее выставляемся. И погнали. Так, что хотелось бы вам сказать. Ну, чё, 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 не показываешь. VSCAN. Тоже меня, тоже меня. Time Viewer. Завершить. Так. VSCAN. Ну что, настройки, сервис. Сервис, файл. Параметры страницы. Загрузить настройки. Сохранить настройки. Настройки по умолчанию. Параметры страницы. Ну, давай, параметры страницы. Что там? А ничего не показывает. А почему не показывает? Настройки. Ну, вот кто-то тут звонит. Звонит Юрий. Слушаю, слушаю. Петрович, просни, вчера проспал. Представляешь, первый раз такой. А, ну, бывает. И чё-то, ты знаешь, просыпаюсь с полдесятого. Думаю, да ё-моё. Ну, правда, до 7, наверное, молился. Думаю, ну всё, встану. Ага. Пошёл, эти сообщения послал. Говорю, ну, повезу чуть-чуть. Ну, да, бывает такое. Не, правда, знаешь, Лёха, она тёпленькая такая, прижался к голове. Ну, да, у нас котик, котик, он такой тёпленький. Да, у меня уже тёпленькая, как котик. Я тоже пушив стою сидел под местом. Прижался и... Ну, да, да, да. Так что, простите. А это мне прислали с этого самого. Сафона, если мне батюшка прислал. А там, ты смотри, он же показывает измерительный прибор. Измерительный прибор? Ага, вон она. И эти, там, в раз, наверное, в восемь, наверное, сразу уменьшается вот это вот излучение. А, G5, G5, да, это? Да, 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 вот когда наши обручи носили, почему начали носить? У святых кто-то увидел, что у них же нимба, нимба, у святого. Ну. Это как обруч такой, огненный. Вот. И они посмотрели, вот это серебряные стали делать ещё в старину тоже. Чтобы не воздействовали. Майка, шкалдунов, молотима, там, привороты, это самое. Это же реальность, что понимаешь? И когда стали носить, то стали замечать, что вот до святых не воздействуют. И они стали эти обручи носить. Вот, вон, женщины много носит их и находят, вот это самое. И стены с плетёнымися, нитчей серебряные. Ага, ну хорошо, хорошо. Это такое стадии. Хочешь, в них себе не делай, будешь ходить. Хочешь. Есть технология нимб сделать. Да ты что? А я думал, он возникает от святости. Нет, а они знаешь, как говорят. Вот ты, например, ты грешный, но у тебя нимб. А святой тёты, говорят, брат запутался и помогает тебе туда. Они вот с таким условием это делают. Ага, ага, ага. У буддистов есть техники. Я когда-то ездил там, у них там проходило. Ну да. Так что, слава богу, ну что, были вчера ребята-то? Да, были все, занимаются. Ну как, сдвиг? Да ты тут, ну, ты тут. Занимаются, занимаются. Ага. Я хотел пойти, блин. И что-то вот так, в воскресенье, думаю, что понедельник не забыть. Так что, как у этого, у хромого нашего. Идут, 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 дела идут, и все. Ага, пошло, пошло, он и сам встал потихоньку. Ага. Потому что заниматься надо. Ладно, давай, всех благ, привет всем. Хорошо, хорошо. Да, Юл. Так, подвиг, новая папка. Новая папка. Тут этот, этот есть. Почему? А если вот этот, куда он делся, изображение? Пользователи, загрузки, общий рабочий стол. Рабочий стол, рабочий стол, ну, рабочий стол. А если вот этот, открою, нет? Скал 5. Это как сохранить. Это что-то, наверное, еще изменится. Скал. Ладно, отменить. Еще разок, значит. Сохранить. Сохранить. Ну, пускай так будет. Сохранить. И поехали. И поедем мы, поедем мы, помчимся. Так, что у нас тут видно, где, где это делается наша. Меня хоть видно? Ха-ха. Закрыт, да? Ну, вот, примерно, начинается вот такая вот у нас работа. Работа начинается. Что тут видно? Ну, да, видно, 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 видно. Можно сюда немножко больше повернуть. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Если вот так. Если вот так. Нормально. Грубо говоря. Грубо говоря. Так. Сканировать плюс. И поехали. Налаживаем всю эту технику. Так, а почему она у нас такая маленькая? Так, что она цветной нам дает? Е-мое. Не цветной, а серый. Не цветной, а серый. Это должно быть. Быть, быть. Оттенки серого. Я же поставил. Оттенки серого. Что ты мне гонишь? И пошло нейродермит. Так, что все вот эти вот нейродермиты и так далее. Ну-ка, давай-ка еще разок. Что там? Сканировать плюс. Е-мое. Это сохранить. Ладно. А, я это сохранил. И то, и все. Но. Совсем другое дело. Побыстрее все пошло. Побыстрее все пошло. Так это мы раздвигаем. Это мы уменьшаем. Пока, грубо говоря, пока настроишься. Ну вот, 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 совсем другое дело. Пока настроишься. Что и как. Нейродермит, диета, лечение. То есть, все это требует творческого переусмысления. И тогда это будет то, что надо. Опа. Ну. Пошло дело. Вот. Настроили сканер. Что, что и как делать. И теперь, теперь. Юлиана Семенова. Я как-то слушал или читал. 59, 59. И вот он. Такое у него есть выражение. Как. Писателю надо иметь чугунную задницу. Правда, писатели разные бывают. Но в любом случае, для того, чтобы что-то написать, надо сидеть. То есть, вы сидите. Надо, как он говорит, иметь чугунную задницу. То есть, у вас должно быть выносливость. Специальная, сидячая, так сказать. Раз. Должна быть еще такое понятие, как творческая выносливость. Два. Творческая выносливость. Понимаете? Не просто так. Чтобы вы могли потратить несколько часов. Ну, у каждого разная, конечно, работа. Кто-то там, грубо говоря, у станка стоит. Кто-то в офисе сидит. Ну, а вот, если вы писатель, значит, вы должны сидеть за письменным столом. А раньше были еще пишущие машинки. Надо на клавиатуре научиться щелкать. Ну, тут сейчас клавиатура такая, полегче, нежели раньше. И вот это все делается. Так. Так, так, так. Налаживается, 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 налаживается. А то, вспоминаю, как-то я был на ярмарке. Один подошел ко мне и там что-то мол. Как вы там книги пишете? Ну, в первую очередь идет сбор материала. Сбор материала. Ну, это не значит, что вы просто-напросто, знаете, что-то содрали и своими словами там рассказали. Здесь должен быть творческий подход, который вот кто-то рассмотрел вот так вот. А вы уже со своего опыта чувствуете, что где-то тут недоработки. И вот эти недоработки начинаете устранять. И в результате у вас получается уже и новая книга, и новое знание. И многие думают там какой-нибудь там, что это плагиат или еще что-нибудь. Ну, разные там думки у них возникают. Так вот, знание, одно знание наслаивается на другое знание, как знаете, на фундамент. Потом происходит что еще? Вот знание народной медицины, знание официальной медицины, знание натуропатии, знание аюрведы, допустим. Знание там еще в восточной медицине. И делается, если вы все это знаете, делается своеобразный синтез, который помогает вам более широко взглянуть на ту или иную проблему. Например, вот тут написано, лекарственные средства, там, для приема внутрь, это от анорексигенные средства. Диэтрин, ингибиторы липазы, заменители сахара, там, хирургические даже методы есть. На самом деле, вот, конечно, кое-что будет взято. Но вот эти вот все лекарства, там, как тут написано, лекарственные средства, будут, лично для меня, все эти лекарственные средства, без понимания причины и следствий, они не играют роли. То есть, вы будете их принимать, принимать и принимать. А, знаете, и болезнь, как продолжалась, так и будет продолжаться конца и краю, вы не будете видеть. А как только вы повлияете на причины, вот эти все следствия сразу же только, опа, и отпадут сами собой. Поэтому тут, как бы сказать, пища для размышлений, а размышления уже пойдут мои собственные. Как и что это сделать, для того, чтобы, для того, чтобы это все было, было и работало. Вот я, вот я как раз этим делом и занимаюсь. К тому же, я люблю делать, знаете, такие большие проекты. А к ним надо быть соответствующим образом подготовленным. То есть, не бояться, что вы будете делать большой какой-то труд, не пасовать перед ним, хотя раньше у меня, так сказать, и было там что-то там переделать. Думаю, ё-моё, сколько это надо еще там, литературы и прочее, прочее. И вот смотрите, я тут смотрю, точечный массаж при кашле и температуре. Там, там, там по массажу. Я бы, знаете, там, вот есть знание, ну, пускай как-то оно помогает. Я не буду говорить, что вот этот точечный массаж, он там при простуде и кашле, он не помогает. Но он не настолько эффективен, например, как тоже голодание. Простуда и кашель, выделяется слизь. Важно помочь организму от этой слизи избавиться. И здесь нет ничего лучшего, как поголодать, чтобы дать возможность организму выбросить эту слизь из себя. И на этом простуда заканчивается. Плюс простуда и кашель, простуда и кашель, в организм проникла болезнетворная энергия влаги и холода. И лучше ничего нету, как использовать парную здесь. Какие веники. А не просто какие-то точки. Ну и что, что мы понажимали на точки. Ну, я понимаю, что там простимулировали энергетику, там, еще что-то. Ну, а слизь, как она у нас была, от слизи-то это надо избавляться. А что у нас, вот это вот мы поделали эти все, так сказать, простимулировали точки. Что они нам выведут слизь? Как-то у меня так сомнение возникает. Остеопороз, диета, какие там это самое, замедляющие рассасывание костной ткани, лекарства придумали, вспомогательные действия. Какой-то там кальцитрин, замедляющие рассасывание костной ткани. Ну, знаете, вот есть естественный процесс. Вот если я сижу, вот я сейчас сижу, костная ткань, она не должна быть у меня какая-то тверда. Потому что я сижу, кстати, вот если взять космические полеты, человек привык к силе гравитации, которая на него действует на Земле. В соответствии с этим у него и костная ткань, соответствующая крепости, и мышечная ткань, соответствующие силы. В невесомости нету этой нагрузки, вообще нагрузка исчезает, и организм, он, будем говорить, не получая вот этой вот нагрузки, он сразу же начинает, это очень интересно, приспосабливаться к окружающей нагрузке. А именно, такая прочность костной ткани не нужна, значит, начинает прочность костной ткани уменьшаться, сила мышц не нужна в космическом пространстве, там невесомость. Тужит, падает сила мышц. И вот смотрите, если следовать логике вот этих вот рекомендаций, и что мы будем применять различные вот эти таблетки, которые бы напихом у нас усиливали костную ткань, значит, как-то там, грубо говоря, повышали там силу мышц, то есть, знаете, вот, она не нужна, а мы там вот ее пытаемся насильно как-то сохранить. Толка от этого не будет. А вот если мы с вами будем давать нагрузку, вот, допустим, я сейчас сижу, у меня нагрузка соответствующая, да? Но, благодаря тому, что я занимаюсь вот этой вот изодинамической гимнастик, и где-то раз в неделю, а то чаще даю нагрузку, а громадную нагрузку на кости, на мышцы, у меня все эти показатели в порядке. Ясно, понятно, почему они в порядке? Потому что я даю специальную нагрузку, которая поддерживает в рабочем состоянии кости, мышцы, связки. А не просто лежишь на диване, принимаешь вот эти вот лекарства и думаешь, у тебя укреплятся кости, у тебя там, допустим, ага, ты съел там какие-то там соли или там вещества, и все это пойдет в костную ткань на укрепление. Организм очень мудрая штука. И он, если вы там ведете диванный образ жизни, он не будет направлять какие-то там из лекарств вещества в кости и в мышцы, чтобы они были сильнее. Просто-напросто он их выбросит из себя. Потому что существует регуляция. Регуляция очень хорошо просматривается на сердце. Вот мы с вами сидим, опять-таки, сколько там ударов в минуту? Ну, допустим, 70 ударов в минуту пульс. А как только мы пошли, пульс стал 80 ударов в минуту. А как только мы побежали, он стал там 120 ударов в минуту. То есть организм приспосабливается в зависимости от нагрузки, которую вы даете. Он меняет свои функциональные возможности. Вот точно и тут. А то, а то, вот. То есть не понимая вот таких основополагающих вещей, начинает какие-то советы быть, которые по логике этого самого трехлетнего ребенка должны работать. По логике, что если не хватает кальция в костях, значит, надо его есть. Организм говорит, а зачем мне кальций в костях, когда я вообще лежу на диване, я не движусь, мне не нужны крепкие кости. А вот когда вы что-то начнете делать, давать нагрузку, он сам это все будет усваивать. Причем усваивать этот кальций из минимума пищи, в которой он находится. Вот такие вот вещи. Так, пока я вам там делаю и рассказываю. Так, сколько? 520. И вот так вот я сижу, набираюсь материалчика. Далее материал у меня будет из газеты ЗОЖ. Там огромное количество материала, знаете, вот так вот разбросанного. Что люди там вот так вот вылечили заболевание, вот так вот вылечили заболевание. А я возьму их опыт и, используя свою голову, свой интеллект, свои наработки, расскажу, а почему произошло излечение. На какие механизмы было воздействие того или иного метода или средства, что это привело к исцелению. Человек стал здоровый, без всяких там каких-то хирургических этих операций. А то, знаете, вот взяли моду менять суставы. У меня, знаете, я робко такой задаю вопрос. Менять суставы, менять там органы. А что их нельзя сохранить в здоровом состоянии до, так сказать, конца срока жизни человека? Что их надо там поменять? При этом, если меняются органы, чтобы не было отторжения, человек садится на всю оставшуюся жизнь, на лекарства, которые препятствуют этому отторжению. Замененные суставы, это уже у вас выключилась из работы часть костного мозга, который нужен для выработки соответствующих, там, допустим, стволовых клеток. То есть это как-то не учитывается. И вот, можно сказать, я уже сделал шаг в направлении, я бы не сказал, что создание новой медицины. Нет, это не новая медицина, это, знаете, как бы сказать, хорошо забытое старое. Такой медицины, разумной медицины, которая бы помогала человеку за счет его собственных ресурсов, ума и жизненной силы оставаться здоровым, а не за счет чего-то там другого, что якобы думает это лечение. Ну, вот такие вот мои мысли я, знаете, не таясь, рассказываю, как идет у меня, так сказать, начальный этап творчества, потом я немножечко расскажу и дальше, и немножко и дальше расскажу. Ну, пока немножко я поработаю. Я написал книжку о лечении онкологии народными средствами, народными, натуропатическими средствами. Что я сделал в ней? В первую очередь я, ну, привел медицинские там высказывания, что такое там онкология, как там они его лечат. И, то есть, логика ихнего лечения. Далее я привел методы различных врачей-целителей, народной медицины, целителей там, которые вот лечили рак, которые создали там системы, водка с маслом, допустим, керосин, допустим, бройс, уринотерапия, там, голодание и все-все такое. И я все это дело взял и обработал. Обработал, обработал. И после того, как я это обработал, появилось какое-то уже свое видение и какие-то там свои рекомендации. Плюс по каждому методу были приведены, приведены были примеры, которые подтверждали, как это происходит. Ну, вот такие вот вещи. Так что, вы видите, сканер издает соответствующий звук. На экране появляется изображение. Все это дело. Так, что я бы хотел еще? Я хотел бы не авторазрешение при сканировании, а 300 точек сделать. 300 точек ДПИ. Вот. Так, раз. Так, я положил два. Угу. Вот так вот я и работаю. Так я и работаю. Так, надо это сюда. Дальше. Когда обращаться к врачу, при появлении симптомов подагры, необходима консультация врача, поскольку именно на ранних стадиях заболевания лечение наиболее эффективно. Ну, как лечение наиболее эффективно? На ранних стадиях заболевания. Тут важно понимать, что вы можете не так, если устраните причины, не так запустить разрушение своего организма от этой подагры, нежели вы все это дело запустите. Но если вы на причины никак не подействуете, что-то опять-таки будете там, это самое, для наружного применения, когда это все идет изнутри, изнутри, то толком ничего не будет. И вот люди так годами лечатся от того или иного заболевания, и ничего у них не получается. Понос! Когда обращаются к врачу. Ну, вот так вот я ведь и иду. Уже буква П пошла. Ну что, будем, наверное, выключать камеру, чтобы не затягивать видос. Диета, врачебное обследование. Понос это дело, конечно, такое неприятное. Но вот есть такое понятие, как расстройство пищеварения от того, что заселилась болезнетворная микрофлора. А заселилась она потому, что человек неправильно употребляя пищу, создает условия для того, чтобы вся эта микрофлора там у него размножалась. И опять-таки, если использовать вот это лекарственное средство, а не менять вот это, то все это идет на смарку. Ну, примерно так вот. Так что, начали работать. Проекты над травником, конечно, тоже продолжаются. Просто сейчас начинается активная фаза сбора материала. Сбора и потом пойдет сортировка материала. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА